Итак, дамы и господа, Team Differential против Tornado Rocks. Матч двух команд, которые занимают сейчас последние строчки в турнирной таблице LCL. Так оно и есть, да. Tornado Rocks пока что абсолютно разочаровывает в этом сезоне. Если в начале они обычно выступали сезону очень уверенно и убедительно, то есть у них были хорошие результаты, а по ходу сезона, когда другие команды набирали, Tornado Rocks оставались на том же уровне. Сейчас же им предстоит огромнейшая работа, чтобы наверстать упущенный второй полусезон. Для этого самое начало. То есть сейчас надо в каждой игре одерживать победу обязательно. Ну и каждый, конечно, матч Flash and the Night становится царем чата, потому что всегда, когда играет команда Differential, всегда поднимается просто буря эмоций у всех поклонников. Да, они пытаются поддержать своего лидера, они пишут слова поддержки везде, где только могут. Но и пока Team Differential все равно не могут эту поддержку как-то использовать. Все-таки мораль моралью, а уровень игры уровнем игры. И пока что у Differential, кроме морали, по-моему, даже ее уже не особо осталось. Но посмотрим. Мы с АТРом поспорили. Да, может быть, они сейчас наоборот заиграют. Проспоривший должен съесть в прямом эфире свой галстук. Так что... Сладкий. Сладкий и галстук. Я специально закажу, который сладкий и галстук. Но в любом случае, посмотрим, кто окажется сильнее. Составы команд. Начнем мы с команды Team Differential. На топе Ресу, в лесу Панишер, на миде Flash and the Night, на позиции Стрелка Дейруин и на поддержке Гемб. Их тренер Мэндрейк. Да, и играют они против команды Tornado Rock. Спайрис, Димашки, Беби, Старскрим, Арфан и их тренер Матеуш Китс Томчак. Или Томчик? Томчик. Наверное, так, да. И, кстати, по последним новостям, очень интересно так выходит, то, что Эдвард, увы, тоже так же не смог побороть свои визы. И он рассматривает предложение игры в русском регионе. Будет ли он играть в одной из команд ЛСР. После этой игры недели Na'Vi Edward Incoming. Это будет не первый раз, когда Na'Vi Edward уже где-либо светился, потому что пару лет назад был уже один Na'Vi Edward, и был он, кстати, очень хорош, насколько я помню. Но он все еще на сцене, кстати. Да, он все еще Na'Vi. Все еще Na'Vi. Не, ну тогда нет, сори, Эдвард. Кстати, последний год для них очень успешный. Много уже чемпионов было, поэтому... Ну, два Na'Vi Edward — это слишком много. Переперебор, да. Тем более, тем более, сумерки уже прошли по всем кинотеатрам. Это не привлечет дополнительную аудиторию команде Na'Vi Edward. Ладно, мы с командами познакомились. Знакомимся с ними уже на протяжении всего сезона. Ну и посмотрим, кто окажется сильнее. Давайте отправляться в драфт этого матча. Вторая игра сегодняшнего дня. Первая была легкой, простой, динамичной, веселой. И обычно матчи Team Differential тоже такие. Главное, чтобы они не заканчивались слишком рано, как вчера. И, ну, другие команды не начали бы обузить против них вот эту проблематику со свапом. То есть, в тот момент, когда Dayruin должен управлять свапом, походу, не все члены команды понимают, как это делать. И если сегодня произойдет то же самое, то есть Tornado Rock Swap, но то Дифференшалы потеряются целиком и полностью на карте, то они вновь будут наказаны и очень рано проиграют игру. Дифференшалы банят Трандла, потому что, если бы они его взяли, можно было бы с полной уверенностью сказать, что они все-таки троллят. Ну, а так, Трандл уже в бане. Гангпланк и Поппи со стороны Tornado Rocks. Также убрали Мальфита против Файриса. Странный выбор, потому что Файрис, по-моему, вообще... Не, Файрис играет на Мальфите. Ну, играть играет. На турнирных играх я буквально там пару его появлений на Мальфите помню. Он играет... Ну, если я не ошибаюсь, сейчас у него чемпион пул не особо велик. В принципе, как и всегда. Ну, да, да, да. Но сейчас такая мета, что есть более такие простые пики, которые реализовать тот же Тамкенч, который все еще может использоваться. Ну, и, кстати говоря, три бана на топ-поддержку уходят. Остается все лесники абсолютно. Ну, и будут ли здесь в первой фазе драфта Тим Дифференшал просто забирать Лиссандру? Да нет, я думаю, что важнее, может быть, отобрать какого-то лесника у Димашки, против которого они играть не хотят. А зачем, если они отбанивали Файриса, чтобы забрать лесника у Димашки? Но... Но это просто выглядит странно. Они просто отбанивали тех персонажей, против которых не хотели стоп-лейной играть. Ну, просто, а что, забирать сейчас Лиссандру, которая вообще ни разу не приоритет ни для кого, и отдать Торнадо Рокс два пика там уровня Грейвс и, там, не знаю, Райс или, там, ну, что угодно вообще. Куча всего пооставалось. Корки того же отдать. Я думаю, Тим Дифференшал это не особо волнует. У них, ну, своеобразные драфты, которые они используют. Ты считаешь, что если их ничего не волнует, они превращаются в Тим Индифференшал уже или как? Нет, пока что нет. Алистар. Алистар. Мы были оба неправы. Совсем своеобразный пик, с учетом того, что Дейруин предпочитает, чтобы его саппорт играл обычно на Жанне. Ну, это уже прям совсем в далекие времена были. Сейчас-то... Ну да, последние две игры, ведь Гемп не играл на Жанне. Ну да, последние две, да. Так он и на ТДЖ играл, и еще на ком-то. Были другие пики? Были другие. Ты несправедливо осуждаешь стрелка ДФов. Ну и Люцен для Старскрима пока что. Вот что точно нельзя делать Роксам сейчас, это проигрывать ДФ. Вот сейчас для них это будет огромным провалом, потому что тогда они заканчивают еще одну неделю очень неутешительно, им догонять лидеров будет практически невозможно. Корки Люцен забирается. Первые четыре позиции, да. Корки Люцен хороший драфт. Просто так-то сейчас из всех команд, кого действительно Роксы могут догнать и перегнать достаточно легко, наверное, является только Вейвиктис, потому что они на спаде. Роксы всегда могут проснуться, очнуться, заиграть лучше, какие-то кадровые замены провести. И все остальные команды смотрятся просто недостижимыми. Да, те же Тим Эмпайр сейчас. Эмпайр Вега каждую неделю, каждый матч, прогресс, каждый, все лучше и лучше становится. Ну и смотрим, что дальше забирают. Тим Дифференшиал. Чугатик. Чугатик. Ну, вот это уже другое дело. Это да. И ответ хороший, чемпионы. И Лиссандро хорошо против двух Адекерисов. Ну и пока непонятно, то есть и Панишер может играть на Грейвсе, и Ресу может быть на Грейвсе. Так же, как и Лиссандро является таким флексовым пиком, который может пойти и на топ, и на мид. Преимущество вот таких вот пиков, как Грейв с Лиссандро, является то, что на левой стороне крайне сложно когда-либо контрпикать, если только оппонент не забрал какие-то прям вот, да, в ранней стадии мид-топ одновременно. А сейчас в итоге ДФы могут получить контрпик и там, и там, если хорошо все сделают. Но это связано отчасти еще и с тем, что у Роксов достаточно предсказуемые драфты в целом. Они достаточно консервативные в плане соло-линии своих. Да, и, кстати, во вчерашней игре они за это были наказаны, потому что Hard Random достаточно рано открыли своего Доктора Мунда и Рокс... И Роксы решили отвечать... Вот это точно не консервативно, потому что Квин берется для Торнадо Рокс. И, скорее всего, Фарис будет играть на Квин. Но все еще может Димашки. Вообще непонятно, да. Димашки может тоже. Потому что играли и Лесной и Квин. Более того, может быть... Не, ну мид-лейн Квина в данном раскладе, наверное, уже не может быть. Ну, Корки на мид-лейн здесь точно, Беби, потому что уже отыгрывал на Корки. Ну, надо, мне кажется, просто добрать еще Кейтлин, Фариса поставить на Люци, а не играть. И будет очень интересный матч с Торнадо Роксом. Зачем? Сразу можно Кейтлин, мид и Корки топ по старым заветам Генджи и самого Дейруина, кстати говоря. Да, и здесь... Тим Дифференшал сейчас... Я вижу Изреаля. Я вижу Изреаля для ДФов, потому что Изреаль не в бане. Изреаль здесь будет неплохо смотреться. И Изреаль — это один из любимых пиков Дейруина. Но против Люци он чувствует себя неважно. Ооо, Эш и Маокай от Тим Дифференшал. Эш Алистар, что-то новенькое. Будем цеплять, будем убивать, называется. Пик. Ну, и вообще сетап у Тим Дифференшал, потому что контроля у них просто безумное количество. Да и инициация, в принципе, есть хорошая. Посмотрим. Если они выйдут в среднюю стадию игры, не проигрывая порядка, там, больше пяти тысяч, то у них здесь должно быть все неплохо. Да. Да. В СНГ, кстати, был бы отличный скин Маокай Метов. Странно, здесь сейчас так много вообще стрелков присутствует в драфте, и Калиста не используется. Ну, а она может быть взятая. То есть Арпан, возможно, потролливает. Арианна, Насос. Насос. Наутилус, кстати говоря, может быть. Против Маокая нормальный матчап, и... Выполнять те же функции, что и Маокай, в принципе. Одна команда в Китае сейчас есть, которая все время садит своего топера на Наутилуса, и она идет в китайской лиге сейчас со счетом 5-0, между прочим, Сяогу. Да, я несколько смотрел их игры, и... Кстати, в Корее тоже Наутилус для некоторых команд работал. О, я вообще не вижу... То есть этот персонаж прекрасен, он абсолютно остался тем же, каким и был. И более того, для него айтемизация не была такой принципиальной, как для Маокая. То есть, во-первых, для него праведная слава не была прям обязательным на 100% предметом. То есть он мог и без нее отыгрывать. И при этом он очень круто по сравнению с тем же Маокаем, в плане того, что у него и один на один посильнее зачастую бывает, и он с лесняком прям, ну, совсем круто разыгрывает. Ну, после большинства нерфов, которые произошли с Маокаем, действительно, Наутилус стал даже перебивать, наверное, его по урону. Сейчас Маокай не является таким каким-то лейнбулли, которым он был до этого. То есть ты, во-первых, мог играть очень пассивно, при этом тебя наказать за это никак не могли. А вот в дуо с лесняком он был просто монстром абсолютно. Сейчас не настолько хорош Маокай, тем не менее, использовать все его еще можно против определенных пиков. Ну и вопрос. Главный вопрос. Как для Дейруина сработает Эш? Пик Эш очень интересен, потому что она как сплитпушер не работает. Вообще, наверное, худший из тех стрелков, которые есть для сплитпуша. И очень часто вообще ошибкой Дейруина считалось то, что когда у него за спиной отсутствует вышка первого уровня, он продолжает идти, ну и заходит далеко на линию, пытаясь максимально выфармливаться. При этом обзора у него достаточного нет. Это работало в команде Moscow 5, потому что когда он туда шел, стажер вшотколил и пытался... Давление на карте огромное создавалось во всех местах. Вместо того, что мало ли давление где-то создавалось, бывало то, что команда заранее выдвигалась на защиту Дейруина. И они где-то сталкивались, где зарождалось командное сражение. Ну, сражение, и за счет более выгодной позиции Moscow 5 побеждали. Сейчас это так не работает для Team Differential. Каждый раз, когда Дейруин уходит слишком далеко, его просто наказывают и убивают за счет чего у него и счета такие 0-7 и тому подобное. Но будем надеяться, что сейчас все будет лучше. Хотя, конечно, Эш, Моукай, какие-то совсем у нас консервативные вещи Дифференшалы выкатывают. Причем консервативные вещи с новыми игроками. Пробуй всегда что-то новое. Дейруин решил попробовать. Хотя для него это хорошо забытое старое. Моукай, что-то новенькое. Ну, я имею в виду Эш. На топе. Эш, Моукай. Хорошо. Че, интересно, вот как-нибудь потом, через пару лет, когда Моукай уже два года не будет играться, будет вспомнить про времена, когда Моукай был настолько жестким доминатором верхней линии, когда он еще собирал себе жезл веков, прям в самые первые времена. Когда он только появился. Еще до визуального изменения, которое было, когда у него бесконечный ульт по времени был, там много было. Если я не ошибаюсь, тогда просто еще Рэш из Глори отсутствовал. Да. Да, и поэтому игрался через этот предмет. Но с появлением второго предмета он уже стал использоваться абсолютно иначе, как главный инициатор такой командной сражения. И давайте инициируем эту игру. Торнадо Рокс против Team Differential. Второй матч сегодняшнего игрового дня. И сможет ли Flash in the Night все-таки стать чемпионом хотя бы одной игры в этом матче? Ты надеешься, ты болеешь? Ты сейчас предвзят. Да? У меня даже, если честно, мурашки пробежались по коже. 30 секунд до призыва миньонов. Ну и Панешер немножко посмеялся над моей шуткой сейчас. К сожалению, по-моему, это единственный человек, который это сделал. В любом случае, Корки Беби лично мне показался не особо убедительным. Так он как-то странно играл. И, кстати, связка Наутилус-Квин, она очень классная в том плане, что Наутилус завозит Квине контроль, и она любую цель, какой бы застанкованной она ни была, она может убить. А Наутилусу... У Наутилуса и у самого родного урона на линии достаточно много. Ну а с Квиной там вообще все здорово получается. Ну здесь вообще интересный сетап вырисовывается у Торнадо Рокс. То есть помимо Наутилуса есть еще и Браун. В сочетании с тремя стрелками, если он кого-то цепляет, тоже там моментально идет фокус, и цель оказывается в контроле, за счет чего Торнадо Рокс, конечно, могут действовать. Беби выводит сейчас саплингов. Очень хорошее движение. Не дал Флэшу поймать более ранний второй уровень. Ну и, опять-таки, принципиальное противостояние Беби против Флэша. Очень старое. Корнями уходит еще там в третий сезон Star Series, где первый раз появился Беби на меде у команды Дельфинов улицы стены. Да, и тогда стоит напомнить то, что Флэш занял четвертое место, а Беби тогда был на первом. Ну, правда, на следующий уже финал Беби не прошел, а Флэш занял второе. Так что, да, отомстил. Флэш, вообще, предыдущий год был очень успешным. Наверное, самым успешным у него киберспортивной карьере там было. И чемпионство было там, и... Ну, не прошлое, это уже позапрошлое. Да, переход с позапрошлого, короче, в прошлый. Тем временем, кстати, Торнадо Рокс решили не свапать. И в Дифференшал могут играть по-другому. Многое будет зависеть здесь именно от игры Лесников, сможет ли Димашка здесь хорошо себя реализовать, как на агрессивном Леснике. Здесь вообще очень схожее положение, потому что, с одной стороны, Квин, Грейвс, ну, точнее, Квин у Димашки и какой-то контроль танк на топе, с другой стороны, Грейвс и контроль танк на топе. Так что есть через что разыгрывать. Правда, на других линиях Роксам намного сложнее что-то сделать будет с Лесником, потому что и Браум, и Корки с Лесником практически не играются. Ну, а, возможно, потом Торнадо Рокс, если в дальнейшем у них все не так гладко будет идти в их играх, то они вернутся тоже хорошо забыть о Старом, и будет у них постоянно в каждой игре Макай и Грагас в Лесу. Ну, кстати, не так плохо, в принципе. Для них это работало вообще восхитительно. Это, наверное, самая приятная мета была, когда-либо существовавшая. Да, ну и Флэш мог бы попробовать что-то против Беби сделать, но у него телепорт. Беби даже, несмотря на то, что там немножко просел, первые ранние трейды проиграл слегка, но у Флэша нет агрессивного самонера, чтобы по Беби разыграть. Здесь очень хорошо миньоны стоят, за счет чего Флэш и выфармливает их, и также дополнительный попутный урон наносит по Корке. Ну, а сейчас могут встретиться на реке Панишер и Димашка. Ну, заходит Панишер уже к Вине в лес. Синий баф он забирает. Ой, у Беби проблемки! Но Флэш не сможет его добить. Она не стала играть с Флэша, это было слишком опасно, потому что Беби мог ответить тем же, да, и подставляться под вышку сейчас не стоит. Увлекательные размены на верхней линии. Да, но тем не менее, Рес сейчас слегка по фарму проигрывает. Рес по фарму проигрывает, зато по трейдам выигрывает пока что, и Файрис потерял достаточно много здоровья, еще больше. И, кстати говоря, там так-то сейчас Файрис может и с линии выйти. Ну, Ресу мало мана остается слишком, чтобы продолжать как-то давить. Заходит Димашка на обвод, хотят сыграть Куда и Руину с Гемпом, но, опять-таки, играть с Браумом сложновато. Подходит Панишер, сюда пошел телепорт, хотят добить Гемпа. Очень сильно вложились Роксы в эту агрессию. А здесь уже появляется Флэш и Де Найт, забирает первую кровь на Димашке, играет по Арфану, Панишер подфлэшивается, минус Арфан, двойное убийство для Флэш и Де Найт и другое дело с Team Differential. Обычно именно против Team Differential шли такие агрессивные ранние телепорты, и рано игра для них заканчивалась. Теперь же они проработались над ошибками и делают такие же телепорты, за счет чего здесь Роксы были наказаны. Слишком глубоко пошли, не почувствовали телепорт от Флэша, и очень хороший момент для того, чтобы реализовать преимущество по золоту. Надеюсь, Атер, ты знаешь, экзотические кондитерские в Москве, потому что сладкий галстук так просто не найдешь. Дифференшалы уже делают шаг на пути к победе в этом матче, правда, шажок такой небольшой. Мы знаем, как они умеют потом свое преимущество раздавать направо и налево по Ресу. Ресу слишком здесь увлекался трейдами, за счет чего сейчас проигрывают по фарму серьезно. Ну за Моакая вообще нужно все-таки пару игр там наиграть, механику вспомнить, потому что до него не так прям очевидно миньоны добиваются. То есть не самый простой в этом плане персонаж. Да, поэтому многие вообще недоумевали, почему на Моакая на профсцене постоянно берутся в основном руны на увеличение скорости атак. По Бебе играет Флэшн Знайд, у Бебе уже клинца нет, он может умереть, и урона не хватает у дефов. А при этом появляется Арфан. Очень поздно у Флэшн здесь появился шестой уровень. Там еще и Паннишер через крипов, по-моему, автоатаку не смог пропустить свою. Ну, она у Грейвса просто не проходит. Да. Ошибка Ресу была в том, что Моакай не должен пытаться убивать своего оппонента. Он должен выфармливать, и если давление не создается от твоего лесника, то смысла тебе с ним размениваться по хп вообще не имеет никакого. Ну да, Моакай в этом плане он еще запушивает. Некоторые матчапы может достаточно спокойно. Раньше матчап Моакай-Лула считался неплохим для Моакая, когда Лула все-таки еще и не была мастбаном, и когда она была топпером некоторое время, Моакай против нее неплохо смотрелся. Ну и у Флэшн Донайта ранний Жезл есть. Жезл, выход явно здесь идет на Жезл Вико. Да. При этом на боте тоже ситуация хорошая для дефов, потому что самый лучший меч у Дейруина, два длинных меча есть только у Старскрима, и урона у дефов на боте намного больше, а шестой не за горами, когда ты выходишь против Эш на шестом уровне, и у тебя нет самонерспеллов, у тебя огромные проблемы, потому что... Ну здесь есть Браум, который может подстраховать... Но он все равно, он не может прям совсем заблокировать эту стрелу, он может принять ее в себя, и... Он может попутный урон после стрелы просто... Ну да, чуть-чуть лучше. Начинать блокировать, это тоже достаточно важный момент. Вообще, правильно поставленный щит Браума в этом матче, он может совершенно выключить и Грейвса, и Эш из любой драки. Но при этом, конечно, Алистар тоже очень важен, потому что контроля против трех тонких целей завести он может очень много. Да, так же, как и Маакай. Ну, по фарму, кстати, Ресу сейчас мог как-то вернуться на линию. Там, по-моему... А, нет, нет. Потому что Ресу вернулся с телепорта на линию, а Фарис пришел пешком, и в дальнейшем уже позиция Торнадо Рокс на боте будет более выгодной. Если там пойдет какая-то агрессия, поддержать топпер ее не сможет. Ну, это вопрос временный, телепорт откатится, а при этом ДФы подстраховались фиолетовым тотемом, поэтому в дальний куст телепорт не сделать. Это самое главное. Скоро у Эш откатится флэш, у Алистара уже есть его ульт, и все в порядке с ДФами на боте будет. Можно попытаться из Беби сейчас выбить Клинс, в дальнейшем его реализовать, пока у него нет флэша, то есть через Панишера. Ну, опять-таки, если ты выбиваешь Клинс, и при этом цель убить не можешь за Александру, то Корки такой персонаж, он и на развороте может сам тебя убить, потому что Александра без флэша. Ну, я поэтому и говорю, что с Лесником здесь Старскрим ошибается сейчас. Ну, а это Бейт был, потому что Квина сюда подходит. Идет Эксос на Дейруин, и сразу же ультует Гем по Дейруину. Вливают абсолютно все. Он дает ульт на развороте. Подходит Панишеру. У Роксов проблема. У Панишера есть ульт. Под хилл пошел. Старскрим на очень низких хп. Играет с флэша Гем. Ульт, возможно, рановато от Панишера. Умирает Люцен. Играет Димашка по Панишеру. Убивает его, и Гем остается последним. Скорее всего, он здесь уйти сможет, но надо просто убегать. Поплатился Дейруин за то, что пикнул Эш, так как без своего флэша она чувствует себя очень-очень плохо. Ну, на линии самое главное, да. Она слишком уязвима. А Файрис уже очень... Файрис уже очень хорошо проводит размены. Здесь, мне кажется, и Панишер тоже... Ну, это не ошибка Панишера была. Он сюда бежал изо всех сил, а Гем сейчас ошибается. Кстати, пошел тотемчик поставить. Пошел поставить тотем, и при этом почему-то вообще он остался на линии. Этого не следовало делать. И сейчас третье убийство в свою пользу получает Торнадо Рокс. Да, неприятная ситуация. И Люцен становится 1-1-1. Главное, что Квин становится 2-1. Ресу сейчас может без флэша остаться, но Файрис не стал в него ультовать. Да, и Ресу придется возвращаться на базу. Скорее всего, кстати, странный выбор у Ресу. Ультамизация через Хламя Бами. А он уже не первый раз вообще не собирал в прошлой игре праведную славу. Если помнишь, он играл без каталиста. Или он просто собрал каталисты и все, но, по-моему, он играл вообще без него. Не, я к тому, что Фересу вообще не играл пока что на Маакай, потому что это вторая его игра. А, стоп, Хардес играл на Маакай, сори. Хардес не собирал ничего такого, так что... Может быть, это... Основная проблема Маакая, он очень зависим от маны. От маны и от перезарядки. То есть, это два основных стата на него. И если ты собираешь пламя Бами и какие-то... Такие защитные предметы, то в дальнейшем он долго на линии стоять не может. И в командном сражении он тоже не разгонится особо. Потому что значит, он просто не сможет использовать тот же свой ультимейт на долгом промежутке времени. Ну, может, на долгом дифференшалом и не надо. У них драки должны быть быстрыми. Эшли, Сандра, Грейвз поймали кого-то. Чем быстро убили, быстро и эффективно. Да. А так у Маакая больше полезных предметов. А не эти ваши правильные слова. Пытается найти возможность Димашки для очередного ганка. Такие не особо стандартные связки в целом у нас получились. И при этом на очень большом расстоянии могут инициировать драки. Очень много урона. Бёрстовый у Реса проблем. Он точно останется без флэша. И вопрос в том, сможет ли он уйти. Потому что сюда идёт телепорт от Flash of the Night. Ресу как мог долго танковал. Но почему-то не стал играть по Димашке. Я тоже этого момента не понял. Возможно, у него находился на перезарядке сейчас способность. Бебе! Бебе уже остаётся без Валькирии. В секунду погибает. У Димашки проблемы очень серьёзные. Ему тоже не уйти. Что сейчас сделал Дим Бебе вообще? Зачем он это сделал? Почему они зашли в эту позицию? Вообще непонятно. У них сейчас отсутствует полностью тот обзор, которым занимался обычно Димашки. Слушай, теоретически, может быть, у Бебе пару секунд пакета оставалось. И он прям хотел на пакете залететь, а потом на Валькирии вылететь. На боте у нас идёт агрессия. Деюрин очень сильный встрял. Есть флэш, есть хил, это его не спасёт. Ульта Старскрима. И по миньонам, и по Алистару. По всему прошла. Гем только сейчас нажимает на свой ульт. Ну всё, здесь уже Деюрин после прошлой драки должен был понимать, что Люциан с Браумом будут наказывать Эш очень серьёзно. Самое главное вообще правило против этой связки — ты не дерёшься с ней. Вот в такие близкие драки ты с ними не вступаешь. Если там Люциан подставился, у Эш, конечно, тоже очень много бёрст урона у самой, но Алистар в этом тебе не особо поможет. Здесь просто у Деюрина сыграло то, что, возможно, он не особо понимает вообще матчап этот, так как даже при идеальной игре от Гемпа и Деюрина они бы всё равно бы не выиграли. Но драку 2 на 2 они не могут физически выиграть против этого. Есть такое дело. И в итоге по золоту всё ровненько, какие-то линии у каких-то команд выигрывают, и у Флэша появляется уже и Жезловиков, и Ботинки Просветления, ещё и Книжка. И у Беби, конечно, отвратительная ситуация сейчас. Больше чем на тысячу золота он отстаёт. Да, за счёт тех трёх убийств, которые сейчас присутствуют у Флэша. Ну, кстати, пока что это лучшая игра дефов, которую мы точно... Не-не-не, самая первая их игра, когда они играли против команды Team Justice, если я не ошибаюсь. А, не, не против Team Justice. Против кого-то они играли. Против Вейвиктисов у них была такая долгая... А, да, против Вейвиктис они играли, вот самую свою первую игру, она тоже шла так достаточно приятно для них. Ну, ладно, лучшее за долгое время, скажем так. Да, именно за последние недели. Был у них матч, где они против Джастов слегка вели, но... Опять агрессия под Иеруину. Идёт сюда телепорт. В этот раз от Маукая, но и от Наутилуса тоже. И, возможно, дефы не хотят видеть этого Наутилуса здесь. Проблемки у Маукая и у самого. Сюда бегут и Грейвс, и Александра. Под Иеруину вливают всё. Он умирает уже, наверное, в сороковой раз в этом сезоне. Подходит Панишер. По Файрису можно было бы сыграть, если бы хватило урона. Никто Файриса не прикрывает. Почему-то Роксы его продают. Тут у Лиссандры откатилась уже ледяная тюрьма, и будет ли она с неё играть? Боится Флэш здесь играть дальше. Теперь уже Роксы пытаются на развороте что-то сделать. У Панишера сопутствующий урон остался. Ледяная тюрьма Лиссандры тоже осталась. И так-то дефы всё. Ещё драку могут провести неплохо. И у Алистара тоже будет остаться. В итоге размен получился один в один. И здесь, если я не ошибаюсь, Дуирин вообще мог не умирать, так как он подставился уже под Наутилуса, прилетающего, и забайтился на то, что влетел Панишер. Ну, точнее, не Панишер, а Рессу. Ну, и это, и сам Файрис убирать не должен. Как-то Роксы слишком, они панически начали убегать. И просто Наутилус, конечно, по нему всё вольют. Когда команда не идёт одной линией, когда просто никто не отстреливается, не кайтит, а просто Наутилус идёт сам, и его... Ну, и это не та стадия игры, где тот же Макай, тот же Наутилус, но настолько неубиваемый. То есть у них девятый-десятый уровни сейчас, у них есть большой пул ХП, но это всё, что у них есть за танкованности, пока что не хватает. И в тот момент, тем более, когда у Наутилуса пропадает его W-способность, то есть щиточек, да, он становится достаточно таким уязвимым. Ну, тем более, на этом этапе игры нет ни одного персонажа, который мог бы слишком долго танковать, потому что нет разных сопротивлений, то есть у тебя либо есть ХП, либо есть броня, либо есть сопротивление магии, либо хотя бы два из трёх компонентов, но не все три, потому что невозможно за такой короткий срок собрать все нужные тебе предметы. Ну и с учётом того, что, да, в последней драке все стянулись на бот, получается так, что Торнадо и Рокс не смогли реализовать себя где-то в другой части карты. Ну, самое главное всё-таки то, что Аша могла вообще умереть совершенно без шансов. То есть, понятное дело, что в итоге Дейруин всё это вырулили, они там, и он отступил, но потом сам подставился, но когда Эш начинает отдавать флэши и киллы просто так, её очень часто просто ставят на фармы, там, каждая ситуация, которая есть, это мёртвая Эш за полсекунды. Да, тем более сейчас количество ресурсов, которые есть в сетапе Торнадо Рокс, позволяет её зацепить. Да, почти готовы обе команды. Сейчас, как только сообщат Роксы о своей готовности, мы матч продолжим. Team differential уже в порядке, у них уже всё хорошо. Надумались. А, кстати, а флэша отличная игра. Ну и в целом он на карте... Не, вообще, если честно, этот сезон кажется, что Беби очень потерянно выглядит. Он совершенно... На некоторых чемпионах он ещё более-менее отыгрывает на своих специфических, но когда его ставишь... Вот Дзерат у него хороший был. Да, но когда его ставишь на того же Корки, и он и на карте теряется, он не привык, ему надо по-другому играть. А он обычно знает, что он должен отыгрывать команде самостоятельно, как-то керить её здесь. Это не получается у него, и он сам потерян, действительно. Да и вообще, не особо я понимаю, зачем Роксам брать какие-то Квин лесная Корки на миде. Это персонажи очень о среднем этапе игры, и не особо большого рейнджа. Сейчас не могут Роксы делать драконом, потому что у противника есть всё. Это агрессивный пик, и Роксы не особо привыкли таким играть. Посмотрим, смогут ли они это вообще как-то реализовать для себя. Ну, просто так-то, если разобраться, часть моментов уже упущена. То есть они проиграли очень сильно на миде агрессию, скажем так, общую по карте, потому что флэш с ранним дезлом, он рано стаки получит свои. И Александра, которая разгоняется, это как раз правильная Александра. Ну, Александра вообще сущий монстр, когда она, допустим, получает свои три предмета в ответ на оппонента там два, потому что с условием того, что здесь в сетапе Роксов 3, она может ваншотать любого из них уже в соло. Не в данный момент, но вскоре. Тут просто ещё очень важно, что связка Александра, Маукай, Алистар, они могут создать такое количество урона и контроля передней линии, которые просто вот ты с ним ничего не сделаешь. Нет у Роксов ни малейшего шанса убить там Александру под ультой и Маукай с Алистарами под ультами. Просто вот быстрее, чем за 7-8 секунд, это просто невозможно сделать. За 7-8 секунд хорошие Эши, хороший Грейвс могут, ну, просто всю заднюю линию Роксов уничтожить. Ну, с учётом того, что у Дэйрына сейчас 0-3-4, он... Я уже хотел сказать 0-34. 0-34. У него ещё не скоро появятся те предметы, с которыми он будет наносить достаточно урона. Не настолько сильно... Ох! Отличная была стрела сейчас по Бебе. Но одним из плюсов является то, что у Панишера... Слыша! Флэш разыгрывает по Бебе, дождался пока линз пройдёт и убивают корки здесь ДФы. Кстати, Флэш очень правильно выждал, потому что у клинца не только есть активный эффект, но и пассивный после использования. Подходит Файрис, но он ничего не сделает сам. Кстати, Папанюшер много урона прошло от Файриса здесь. Ну, в этом суть ты быстро выноносишь почти весь свой урон за... Ируин. Ируин. Ну, может быть, уйдёт. Правда, здесь ещё клин. Ируин. Гемп с флэша играет, но... Перестоял. Стрелок ДФов. Ну, как перестоял? Его под его Т2 убили, когда ещё... Не, ну, под Т2 его убили, потому что он шёл оттуда с Т1. Он сразу был под Т2, никто бы его не достал. Панюшер опять ворует здесь снова миньоны. Появляется флэш. Правда, вот здесь в агрессию играть ему уже нельзя. Панюшер без сопутствующего урона. Здесь дефом агрессия была просто не нужна, потому что у них нечем было разыгрывать её. Ну, вот здесь и складывается такая игра, о которой мы говорили для Team Differential. То, что в тот момент, когда Дуи Руина ставят на фарм и пытаются все силы бросить именно, чтобы убивать его, то ему нужен на карте тот человек, который будет также наказывать Роксов. Ну, да. Ну, пока что этот человек, это панюшер с флэшом, как бы. Они на двоих распределили эту обязанность, но связано это во многом с тем, что Беби по нему и играют круто, но и он и подставляется тоже пока что порядочно. Ну, и помимо Беби, фанюшер с флэшом просто достаточно вовремя приходят в драки, и это тоже важно. Здесь очередная Валькирия Беби с пакета уходит никуда. Ну, в данной ситуации реализовать этот пакет точно никак не будет. Ну, у Роксов эта ситуация в любой игре происходит, поэтому... Дефы успевают на пуш раньше, чем Торнадо Рокс могут защитить свою вышку, но при этом Беби сейчас старается... Квин летит на бот, и у Лиссандра телепорта нет, у Ресу телепорта нет, у Файриса телепорт был. Вообще... У Файриса есть, и пинги пошли от Роксов насчет того, что можно за вышку попытаться сделать телепорт. Здесь Дефы готовят засаду, засада неочевидная, играет по арпану опасно, потому что Роксы могут и на развороте сделать свою уже контрагрессию, и идет сюда телепорт от Наутилуса, подходит Квин, Дефы подставились, и там играет Димашка по Дейруину, Дейруин умирает опять, Дефы, ну, не рассчитали совершенно ситуацию, просто втроем умирают. Слишком легкая драка для Торнадо Рокс, потому что не было здесь просто-напросто Маукая. Вы не имеете права делать такие засады, когда у Флэша нет телепорта, а Реса просто находился в позиции такой, что он не мог поддержать свою команду. Да и играть по Брауму зачем? Браума даже... Хотя нет, у Реса, по-моему, был. Нет, не было, не было. 10 секунд или 15 оставалось. А, да-да, он на откате находился, и в тот момент, когда завязалась драка, у него все еще не было телепорта. Такая грубая ошибка от Team Differential. И Флэша еще здесь наказали Беби вместе с Димашки. А Флэш даже не успел нажать на свою ульту. Что? Почему? Контроллер, наверное, много. Ну да, Корки Квин. Корки Квин, да. С таким контролем ботлепы. Фосфорная бомба в лицо, в слеплении. Я ничего не вижу. Слушай, я никогда не думал о том, что фосфорная бомба Корки может превратить нас в соседоку Басквили. Минус дракон для Торнадо Рокс. Димашки забирает синий баф. Могут попытаться поймать здесь со стрелы, но это слишком сложно. Все-таки тут скорость, во-первых, у Квины очень большая, и она просто может увернуться слишком легко. Да, при этом Team Differential сейчас передвигаются в верхнюю часть карты, хотят спушивать вышку первого уровня уже там. Вот ты знаешь, здесь мне, если честно, идея насчет Джонни для Флэшн и Найта не нравится. Мне кажется, что он мог бы и должен был бы здесь быть в мейнкэре команды. Здесь очень много контроля и так, и сейчас просто может сложиться такая ситуация, когда у TF просто не будет хватать урона. Ну или у Роксов его будет больше. Гем поцепляют, замедляют. Идет телепорт от Молкая. Плохую позицию, и здесь просто на то, чтобы Роксы не попытались как-то занициировать. Хотя преимущество по телепортам сейчас в их пользу, так как у Файриса телепорт отсутствует. Флэш идет на топ. Читает ли это Роксы или нет? Хороший вопрос. Пошла стрела по Арфану, но все вливают по Арфану. По Димашке играет Флэшн Донайд. Димашку убить можно. Да, добивают Квин и опять дефы на инициативе. Играют здорово. Много ультимейтов, правда, они здесь потратили. И в дальнейшем инициировать по Роксам будет очень сложно. Афан подставляется. Его можно... Его можно, а еще против не можно. Дейруины. Не повезло. Бывает. Читает смерть за игру. Тем временем, Роксан с флэша дал свой укус зимы. И дефы отступают. Минус Кем не отступает. Не все, по крайней мере. А тем временем... Жаль, Дейруины не было. Лыша. А тем временем Фарис просто пушит вышку второго уровня на боте. 13-8 в пользу Рокс. Только ты думаешь, только ты веришь в дифференшал. Здесь очень здорово сыграли по Димашке. Димашку убили. Ну как потом здесь Дейруин подставился? Опять, конечно, это... Что-то очень странное было. Здесь у него... На боте Дейруин, 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 на боте сейчас нет! Дейруин. Пожалуйста. Не надо больше убить. Флэш. Фарис. Что происходит? Флэш. Сейчас может здесь убить абсолютно всех, но забирает все-таки к Александру Квин. И сейчас еще Димашке умрет. Это просто Дейруин. Это Иисус команды теперь. Он все время убирает за чужие грехи. Ой-ой-ой-ой-ой. 1-7-6. Будут стрелять по мне. Они зацепят вас. Ладно, возвращаемся в игру. И Панишер тем временем забирает свой красный баф. Ну и счет у нас пока что 10-15. Правда, преимущество уже идет в пользу Роксов. Если пару минут назад дифференшал еще пытались давить, то сейчас им придется оборонять. Не факт, кстати говоря, потому что у них очень агрессивный пик. И они даже с отставанием по золоту могут просто блокировать одну цель и забирать ее очень быстро. То есть, учитывая то, какая связка у Роксов, они не обязательно должны играть пятером. Более того, в пятером у них, ну, такая связка. Квин лесная, она не особо располагает к тому, чтобы драться именно 5 на 5. Квин лесная, да. Но она может хорошо играть на инициации. И Ресу подставляется. Есть флэш у Ресу. Здесь подходит еще Квина, но Ресу не уйдет, да. Но хотя телепорт идет сюда. По Ресу влили очень многое. Стрела по Димашке прошла. Флэш отменил свой телепорт. И очень зря, потому что здесь мы... А, ему сбили телепорт на боте. Димашки умрет. Сейчас, скорее всего, долго очень жил. Как долго жил Димашки! Продолжает жить! Да и Руин играет с флэша. Забирает Квину. Старскрим продолжает кайтить. Но дефы просто отвечают на агрессию. Это одна дорога с минус Старскрим. Корки пушит мид тем временем. Димашки жил долго. Здесь флэшу действительно отменили телепорт. У флэша нет ультимейта. Бебе может попытаться его закрыть. Но пакета нету, за счет чего флэш просто отступит сейчас. Но вышка Т2 может упасть сейчас. Да. Потому что Дэруин остается с гемпом сейчас на топе. Кстати, с того момента, как восстанут сейчас Димашки и Старскрим, они могут попытаться... Не, они решают возвращаться сейчас на базу все-таки Дэруин. Думал, барона пойдут делать? Не, я думал, они пойдут на Т2 и просто прилетят Димашки и Старскримом. Этого не произошло. Ну и что будут пытаться делать сейчас Роксы? Остается одна вышка только на карте, которая вне базы. И будут ли они пытаться забирать барона? Хотя, это, кстати, возможно. На Утилуса фулл хп хороший. Здесь просто очень важно, чтобы противник упустил момент начала. Потому что если Роксы подставятся, допустим, в логове барона и там залетит флэш, пошла стрела по корке. Корке увернулся в Алькирии. Но хорошая попытка была. Ну и башня на Т1 сейчас будет падать. Урона много прошло. На боте давит на Утилус. Сюда идет телепорт за спину Дэйфом. Арфан и Димашки сюда идут. У Дэйруина ультимейта нет. Как будут отступать дифференшалы? Арфан ультует, но поддержки никакой не последовало. Играет тут с флэша. Цепляют Паннишера. Паннишер выпрыгивает. Его пытаются законтролить. Флэш очень неплохо инициирует в середине драки. Квина за спиной просто уничтожает Грейвса. Флэш нажимает на Жоню. Дэйруин пытается сзади настрелять. У него просто нет урона. И Рокси здесь уничтожают дифференциалов. Просто ни малейших шансов Дэйфом здесь не оставляет. Арфана еще в последний момент забрали. И это размен 5 в 1. По-моему, можно сторону, наверное, какую-то забрать. А можно барону? Сейчас, подожди, я досчитаю трупы. Да, это действительно 5 в 1. Ну и хорошая драка от Димашки. Потому что он явно почувствовал момент и залетел за спину. Быстро избавился от Панишера. От Панишера сейчас в командном сражении очень много проблем. Так как основной урон наносит, помимо флэша, именно он. Ну и в дальнейшем проблем уже не было. Когда дефы были закрыты, их просто здесь добили. Тем временем барон на шор для команды Торнадо Рокс. Долго без Старскрима, но в итоге помешать все равно никто не может. И Рокс и получают баф на всех пятерых членов команд. Теперь просто вопрос. Как дифференшалы из такого положения придумают вообще хоть что-то? Потому что из равной игры или даже из игры, где они ведут, они все равно умудряются ее выбросить. Когда они отстают, они совершенно теряются. Нет, что такое? Это тот самый. Что? Та самая Аша. Аша с Хуррикейном? Аша с Хуррикейном. Ураганом Рунааном? Да. Помнится мне одна айтемизация такая на Ашу. На лан-финалах последних в Москве. Долго ее готовил Лекс, долго ее тренировали хард-рендом, но не взлетела, не пошла. Благодаря этой Аше вся БО-5-серия превратилась в такой валидол для фанатов команды хард-рендом. Первый и второй дракон для Торнадро. Не особо ранний, при этом вряд ли он будет здесь как-то рассчитывать команда то, что будет 5 драконов. Кстати, выглядит все равно очень красиво, когда в разные стороны разлетаются стрелы Эш. Ну, кстати, при полной айтемизации в 6 слотов, в принципе, Хуррикейн очень хорошо работает на ней. Не, это понятно, новый Хуррикейн, более того, на любом АДшнике на 6 слотах не будет плохим, это точно. Новый, кстати, да, на Аше еще лучше работает, потому что дает дополнительный крит, за счет чего у нее просто больше замедлений выходит. Ну и там тяжелое уже положение для дефов, их осаждают на всех фронтах, на боте давят на Утилус, здесь есть супер-миньоны, с ними Маука исправляется. Из рук вон плохо, конечно. Здесь проблема в том, что... Накидка есть, но она сейчас не особо помогает. На Утилуса особо никак не накажет. И тут уже Роксы на Т3, Старскрим поднимается, начинает по башне настреливать, Флэш не решается инициировать Откорки очень много урана проходят, и Паннишер получает ракету, ультимейт от Старскрима, отгоняет сейчас дефов на базу, и Роксы свободно забирают первый ингибитор по мидлейну. Ну и тем временем Роксы идут дальше, по резу цепляют. Урона много здесь проходит от Беби вновь. Но Беби как раз, он стреляет по танкам очень круто, потому что много урона гибридного, и против него Ресу просто не готов сражаться сейчас. Подходит волна миньонов, с которой можно будет попытаться зайти сейчас на хайграунд. Ну и еще и барон миньоны. Торнадо Рокс поднимается, это мгновенно упавшая просто Т3, Тимашка подставился, забрал при этом с собой Дейруина, девятая смерть Эш. Разменялись один в один, еще не так плохо, но при этом Роксов остановить не удалось, и потеря двух сторон. Нет, это плохо для дефов, потому что без Эш им просто нечем инициировать сейчас, и Беби со Старстримом слишком хорошо линии запушивают. На топе еще и идет волна, сейчас Нейтилу сделает бэк, что-то себе прикупит, вернется на топ и... Ну, мне кажется, сейчас Роксы все должны перегруппироваться, вернуться на базу и пойти уже по топу. Да. Появляется последний вздох у Дейруина, помимо этого он еще и себе поглотитель заклинаний взял. Но это все не спасает его в этой игре никак. Да. Это проблема сейчас для дефов, потому что у них есть, сказывается вообще, нехватка урона. Ну и опять-таки, это круто, что Лиссандра, да, в последней драке она долго танковала, потом нажала на Жоню, и все было круто, но при этом Беби Димашке, особенно Старстримом, просто нечего бояться Старстримом, вообще чувствует себя как царь и бога этой игры, потому что Маукай с такими предметами, он не опасен. Летит Димашке убивать Дейруину, но встречает пачку миньонов, за счет чего... Ну тут надо все-таки дождаться миньоном Роксам, потому что без миньонов слишком мало урона по башне просто проходит. Да, другое дело, минус-то два. Пытаются сплитушить просто сейчас Роксы. Так, на боте может быть драка, Димашке выходит из Вэлора. Пойдет ли вперед? Вот, у него нет флэша, у Дейруина есть стрела. Вновь 4-1, но, кстати, Дейруин здесь в более выгодной позиции, потому что он заинициировать для своей команды может, но поддержать урон в дальнейшем. Ну он может быстрее и быстрее подойти, чем Квин, потому что Квине надо еще пока превратиться в ульту, пока долететь, и угол не такой легкий, как для Дейруина. Там расстояние просто больше придется пролететь. Хоть скорость у нее и выше передвижения. Ну и Димашке пытается развести дефов, Дейруин пока неплохо держит южный фронт. На северном тут без перемен. Димашке. Возможно, он хочет выбить и тиммейт из Дейруины. Ну а у него есть КСС, и не поведется на это Дейруин сейчас явно. Это слишком очевидно. Там уже 2 КСС есть. И третий на подходе, я думаю, для Бебе. Димашка просто в итоге запушивает 2 волны, и Дейруин все глубже и глубже отходит своим Т4-вышкам. Цепляют Ресу, очень много урона прошло. Флэш прилетает вперед, его подбрасывают. Он не успевает нажать просто ни на что. Стрела пролетела вообще мимо. Бежит сюда Дейруин. Он почему-то очень странно завулетел. Видимо, а, двину там забирали еще дефы. Идут дальше Роксы без проблем. Уничтожают абсолютно всех, кроме Гемфа. Но и Гемфу тоже слишком долго не прожить. Вот еще и от Бебе залетает. То ли Крит, то ли просто Крит. Да, Крит залетела очень. Много урона, и Роксы одерживают первую победу на этой неделе. Ну а дифференшалы становятся 0.8. Ну и очень хорошая игра от Старскрима вместе с Арпаном. Потому что они именно создавали все эти ситуации. Они понимали, как им надо правильно играть в агрессию. И эта Аша была наказана так, как давно, наверное, одного чемпиона не фармили. Но просто я не знаю.